Добрый день! С вами Юля и я вам сегодня расскажу, как пользоваться кладовочкой пряжи на вязальном веб-сайте Ravelry. Для этого нам нужно зайти на веб-сайт. И в данном случае мы попадаем на главную страницу. Как вы знаете, для того, чтобы попасть в любую область, где вы можете управлять своей страницей, вы можете зайти в My Notebook, в мою записную книжку. Третьим пунктом там будет стэш. Либо вы можете пройти через свою персональную страничку, кликнув на свое имя в правом верхнем углу. В данном случае стэш будет в правом верхнем углу, и он будет показывать, сколько у вас уже пряжи запасено. Вне зависимости от того, кликну я на 88 стэш здесь, или через мою записную книжку, запасенную пряжу отсюда, я буду перенаправлена на ту же самую страницу, куда я хочу попасть. Что тут мы имеем? В данном случае у меня большой список пряжи, которые уже есть. Если вы хотите удалить уже существующую пряжу, вы можете нажать на маленький треугольничек под пряжей, которую вы хотите удалить, и вам выскочит подсказка стэш опшенс, то есть опции, которые вы можете, варианты манипуляции, которые вы можете провести с этой пряжей. Когда я кликаю на треугольник, я вижу название своей пряжи, я могу передвинуть эту пряжу, я могу внести изменения в данную пряжу, я могу добавить или удалить фотографии, я могу посмотреть комментарии, если они есть. Все это будет происходить путем перенаправления меня на соответствующую страницу. Также я могу удалить пряжу отсюда, если я нажму на кнопочку с мусорным контейнером У меня будет выпадать окошко, которое будет спрашивать, уверена ли я, что хочу удалить безвозвратно, и дается мне название пряжи, которую я хочу удалить. Если я ее хочу удалить, я нажимаю кнопочку ОК, Если я хочу ее оставить, я нажимаю кнопочку Отмены или Cancel. В данном случае у нас имеется несколько разных вкладок с пряжей. Мы находимся Yarn Stash, это кладовка пряжи, также у нас имеется Fiber Stash, это кладовка с волокнами для придения, также имеется вкладка одна Used Up. Used Up это значит использованная, то есть это пряжа, которую я в свое время внесла в собственную виртуальную кладовочку, но в процессе использования я создавала проекты на Ravelry и соединяла данные проекты с пряжей, которая была внесена в мою кладовочку. И когда я в проекте писала, что я использовала для данной шали, например, столько-то пряжи, количество использованной пряжи вычиталось из того числа, которое у меня находится в кладовочке. И веб-сайт мне сам считал, сколько у меня пряжи оставалось. В двух данных случаях у меня пряжи не осталось вообще. Это, кстати, одна из моих любимых функций и одна из причин, почему я использую виртуальную кладовку на Ravelry, потому что я могу видеть, сколько я проектов из какой пряжи связала, и если я слежу внимательно и обновляю свои проекты, пишу, сколько пряжи я использовала в этих проектах, я знаю, сколько у меня в кладовке осталось. То есть это отличная бесплатная картотека, это совершенно бесценный ресурс. Следующая вкладка. Will trade or sell? Это означает, что я хочу обменять или продать пряжу. Я ничего не продаю, ничего не обмениваю. Мне можно только присылать, и я только покупаю. Также у меня есть одна, как я вижу уже номер, штучка в разделе traded, sold, gifted, обменена, продана или подарена. У меня вот тут вот есть один из видов пряжи, который я обменяла, продала или подарила. В данном случае я это отдала подруге. Мереносовую шерсть с кашемиром. Я расскажу о ней попозже. In Progress в данном случае в этой вкладочке у вас будет, если вы ведете учет и обновляете информацию на веб-сайте, у вас будет определенное количество видов пряжи, которые в данный момент вы используете в своих проектах. В данном случае у меня только волокна для придения, потому что на руках вязального проекта пока еще нет. Я сейчас, сегодня я ничего не вижу. Возвращаемся в нашу кладовочку. Еще скажу одну вещь, очень удобную. Мы можем отфильтровать свою пряжу по весу. В данном случае имеется в виду не количество пряжи по весу, которое мы имеем, а в данном случае имеется в виду толщина пряжи. От самого тонкого, от паутинки, ажурной нитки, дальше до неизвестного веса. Также мы можем отфильтровать пряжу по типу волокон. Альпака, кашемир, мерина. Мы можем написать, сколько мерина и так далее. То есть это вы можете проверить и выбрать уже из готовых вариантов. Также я нажала случайно кнопочку, которую не нужно было нажимать. Возвращаемся в мой стэш и возвращаемся в фильтр. Мы можем выбрать, что у нас handspun, это означает спрядина вручную. My spinning project, это означает придение, сам процесс. То есть это скорее будет относиться к волокнам для придения. Handspun будет относиться уже к готовой ниточке. И дальше мы можем отфильтровать по разделу partially used, частично использована. То есть пряжа, у которой есть остатки. Дальше идет пряжа, которую вы приготовили для конкретного проекта. Дальше идет пряжа, которую вы использовали когда-то до этого, и она есть в ваших проектах. Дальше идет пряжа, которая у вас есть в запасе, но которая не связана ни с одним из ваших проектов. Не с одним из ваших проектов. В данном случае, in my project, веб-сайт будет знать, есть ли проекты, связанные с данной пряжей, если вы соедините пряжу и проект. Я покажу позже, как это делать. Дальше идет пряжа, которая не, грубо говоря, не забита ни для какого проекта и не ждет очереди на конкретный проект. Дальше идет пряжа, которая не в ваших проектах. Также вы можете отфильтровать свою пряжу, которая у вас в вашей визуальной кладовочке, по дате. By date, added, когда была она added, добавлена. Sort by weight, это, опять же, сортировка не по тому, сколько грамм пряжи у вас есть, это сортировка по толщине пряжи. Sort by color, понятно, это сортировка по цвету. И sort by yards, это сортировка по количеству ярдов, которые у вас есть. Это, таким образом, мы можем найти, что у нас и как. В данном случае у меня сортировка по дате. Мы можем сделать, например, давайте по весу. Вот так вот у меня по весу самые тоненькие, это какие-то шелка. Теперь, когда мы добавляем пряжу, мы используем кнопочку add to stash. Нажимаем на кнопочку, и веб-сайт перенаправляет нас на страницу, тут будет ваша фотография, где вам предоставлены несколько опций, несколько вариантов. Три, выделенные жирным шрифтом, графы, необходимы для заполнения верхние. Четвертая, нижняя, она optional, это означает, она не обязательно, и в некоторых случаях она будет исчезать. Давайте посмотрим. Первая, выделенная жирным цветом, часть, это, где ваша ниточка была оригинально куплена. Возможно, вы ее купили в магазине, и вы не уверены, какого типа был магазин. Вы просто бежали по торговому центру, увидели моток пряжи, быстро заплатили за него деньги, и даже не заходя в магазин, вы даже не поняли, это был супермаркет и полка для вязания в супермаркете, это был специализированный магазин, или это было что-то еще. Я не знаю, в каком состоянии должна быть вязальщица, чтобы не понять, где она купила нитку, но есть такая опция. Дальше идет Local Yarn Store. Это маленькие, как правило, магазины, частные, в которых продаются вещи для, предметы для рукоделия, материалы разные и так далее, инструменты. Большинство, скорее всего, магазинов, это будет Local Yarn Store, то есть это, как правило, скорее всего, такие небольшие магазинчики, да? Online Store, известно, интернет, знаем, любим. Chain Store, это огромные сети магазинов, которые продают рукоделие. Например, в Северной Америке популярная сеть магазинов для рукоделия – это Michaels. То есть если вы купили в таком магазине, это магазин-сеть. И когда я использую все вот эти четыре опции, нижняя часть остается видимой на экране компьютера. Как только я перехожу, видите, тут небольшой раздел на другие опции, другие варианты, вернее, я прошу прощения, я перескакиваю на английский иногда. Когда вы переходите на нижние четыре варианта, вторая половинка отсюда исчезает. Что написано тут? В данном случае мы выбираем пряжу, где мы купили, да? Это Farm Stand or Festival Booth. Это означает, что вы купили, видимо, на каком-то фермерском рынке или в какой-то палатке во время фестиваля, пряжу. То есть вы... Это было временное мероприятие, и вы мимо проходили, может быть, это был какой-то гараж сейл, продажа гаражная и так далее. Следующая опция говорит This is hand span, not for sale. Это сразу говорится, что это пряжа ручного придения, и она сразу не для продажи. Следующая опция говорит This is recycled yarn. Что это имеется в виду? В данном случае, если у вас есть свитер, который связала вам, например, бабушка, или вы сами связали свитер три года назад, и вы его не носили, вы распустили эту пряжу, и вы думаете, что вы... Вы распустили этот свитер, и вы думаете, что вы пряжу используете когда-то в будущем. Это будет recycled yarn. Это очень удобно, и это, я считаю, что очень хорошо, потому что это меньше мусора, то есть вы свитер не выбрасываете. Это хорошо для бюджета, вы переиспользуете то, что было использовано, вы не тратите деньги на новую пряжу, и это хорошо для окружающей среды, для природных ресурсов. Последний вариант – это other или I don't know. Это может быть что-то другое, или вы не знаете, что это, то есть либо ни один из вариантов не подходит, либо вы просто не помните, где вы взяли эту пряжу. Обязательно нужно указывать название пряжи, которую вы вносите в базу данных, и иначе вас дальше веб-сайт не пропустит. Желательно, если у вас есть этикетка, вносить название пряжи точно, как это указано на этикетке. Так как я хочу вам показать более расширенный вариант, я сделаю так, как будто я купила пряжу в местном небольшом магазинчике. И дальше, как вы видите, появилась вторая часть сообщения, в которой Yarn Company Brand Name нужно обязательно заполнить. Это название компании, которая выпускает вашу пряжу. В данном случае я сейчас выбираю Sweet Georgia Yarns. У меня она была в списке, то есть мне сам веб-сайт предложил эту пряжу. Если вы не видите из имен выпавших внизу, видите, если вы не видите ничего из того, что тут есть, я только добавляю букву G, и мне сразу, если я это закрою, мне сразу веб-сайт предлагает мой вариант. Если вы не находите своего варианта, вы можете оставить то название производителя, которое указано у вас на упаковке, в этом нет ничего страшного. Если вы не указали ничего в одной из этих двух строк, то когда вы попытаетесь нажать кнопочку Continue продолжить, веб-сайт вас поругает. Он скажет, что вы не можете оставить это место пустым. Поэтому мы возвращаем название производителя и смотрим дальше. Purchased at store location optional. Это значит, что вы купили, где вы купили пряжу, в каком конкретном месте. И слово optional означает, что это не обязательно для заполнения. Я могу сказать, что я могу написать название моего магазина, где я купила пряжу. У меня тут есть некоторые варианты ниточек, которые я вносила перед этим. И я могу просто кликнуть на них, выбрать один из них. Либо я могу написать вручную название магазина. Я могу выбрать страну. Я могу выбрать регион в этой стране. И я могу написать город. Но это optional, то есть это зависит от вас, хотите вы это делать или нет. Продолжаем. Когда мы продолжили, появляется сверху небольшая табличка, в которой в данном случае у меня выбор из двух вариантов. Первый вариант мне показывает название магазина в Калгари Альберта, который называется точно так же, как я ввела название магазина на предыдущей странице. Я могу выбрать этот магазин, если я купила пряжу там. Или я могу выбрать None of the above, что означает ничего из вышеизложенного. Это в зависимости от того, знает ли Ravelry ваш локальный магазин. Дальше. Когда я пишу название ниточек и название производителя на предыдущей странице, Ravelry определяет, есть ли в базе данных веб-сайта ниточки от этого же производителя. В данном случае Sweet Georgia Yarns это название производителя. Tough Love Socks это название самой ниточки. Данный производитель носочную пряжу с названием Tough Love имеет в двух вариантах. И я выбираю один из вариантов, который мне подходит. Если ни один из вариантов, которые находятся в базе данных Ravelry, в общей базе данных, мне не подходит, я нажимаю на кнопочку внизу. Тут написано If Ravelry doesn't have the yarn, you can continue without choosing one. Это означает, что если Ravelry не имеет в своей базе пряжи вашей, вы можете продолжить без выбора одной из этих. Я выберу эту пряжу, просто чтобы показать вам, что произойдет. Когда я нажимаю на эту стрелку, у меня сразу появляется название пряжи, в вашем случае, вне зависимости от того, вы выбрали конкретную пряжу или самую нижнюю кнопочку, у вас будет название пряжи. Если вы выбрали конкретную пряжу, у вас будет метраж в метрах или ярдах, у вас будут граммы или унции, что вы используете в своей пряже. Скорее всего, это будут граммы унции. Я вам показываю просто для того, чтобы дать знать, что некоторые пользователи Ravelry используют унции. Вы можете выбрать closest color. Это наиближайший цвет к вам. В данном случае у меня в ниточке будет несколько цветов, и они все будут разные и перепутанные, поэтому я даже не пытаюсь определить, какого цвета больше. Если вы выбрали конкретную пряжу на предыдущей странице из базы данных Ravelry, если вам подошла какая-то из них, то у вас в данном окошке будет список названий, которые производитель выпускает в рамках данной пряжи. Если вы выбрали опцию, когда вы переходите на создание страницы Ravelry, не выбирая конкретную пряжу, это самая нижняя длинненькая строчка с длинным предложением, то тут у вас окошко будет пустое, вы можете написать сюда любое слово. Например, жар птица, если у вас нитки красного цвета, или синее море и выбрать наиближайший цвет из данной графы. У меня пряжа будет называться Rusted. Название – это стандартное название от производителя. Вы можете поставить, сколько пасм или клубочков вы купили. Я купила один клубок, 115 грамм. Дальше будет название магазина, в котором вы пряжу купили. Можно делать поиск в интернет, иногда даются варианты другие, иногда не даются, в зависимости от базы данных. Можно установить дату, когда вы купили пряжу. Лично я пользуюсь этим, и мне это кажется удобным. Когда я только начинала пользоваться стэш своим виртуальным запасом пряжи, я этого никогда не делала. Сейчас я обнаружила, что это удобно видеть, когда я что покупала. То есть, например, 11 мая. То есть вы выбираете год, вы выбираете месяц, вы выбираете число. Если вы не помните, какого числа вы купили пряжу, вы можете выбрать нижнюю кнопочку, опять длинная зеленая полосочка. I don't know the exact day. Я не помню точную дату. Тогда у вас будет май. Он выделен зеленым сейчас, 2016 года. Вы можете написать, в какой валюте вы оплатили пряжу и сколько вы заплатили. Я этого не делаю никогда. Die lot. В данном случае у меня пряжа имела цифровой код, который соответствовал партии покраски. Хорошо иметь эту цифру в данном случае, если вы хотите быть уверенными, что когда вы докупаете при необходимости подобную пряжу, чтобы она соответствовала той партии, которая у вас есть. Некоторые пряжи, некоторые производители не могут гарантировать идентичность партий. В этом случае имеет смысл записать название партии пряжи. Как правило, это цифровая комбинация. В некоторых случаях бывает черточка, дефис между цифрами. И как правило, это либо типографский шрифт, либо печать чернилами на этикетке пряжи. Тегз. Все знаем, что такое тегз. Мы можем написать теги вручную, если кликнем на голубой квадратик, носочная. Мы можем выбрать слово «сокс», оно означает «носки». Мы можем выбрать слово «супервош». И обязательно нажимаем кнопочку «use these tags», что означает «используем данные теги». Теги появились. Когда мы сохраним данную пряжу, эти теги станут отдельными ссылочками. Мы можем написать, где хранится эта пряжа. Данную кнопочку мы нажимаем, и она становится зелененькой в том случае, если эта пряжа была спрядена вручную. This is hand span. Неважно, пряли вы или кто-то другой, но тут сейчас для моей пряжи это коммерческая нитка, которая произведена на фабрике. Значит, отжимаем кнопочку обратно. Можно сделать некоторые записки для этой пряжи, для себя, или чтобы рассказать что-то друзьям о пряже. Естественно, вы можете сделать рейтинг пряжи. И также вы можете поделиться информацией о том, что вы сделали новую страничку с пряжей, в какой-то из данных групп. Просто кликайте на любую группу, и автоматически информация о вашей пряже появится на страничке группы. Это очень удобно и очень интересно. Также в данном окошке вы можете выбрать, в какую из закладок, помните, я вначале вам показывала, вам нужно отправить пряжу. По умолчанию стоит галочка на закладке In Stash, то есть это в вашей кладовочке. Тут также есть All Used Up, все использовано, но если вы ее только купили, вам не надо это использовать. Если вы решили, связали вещи, потом вспомнили, что не было пряжи в вашей персональной базе, вы хотите ее внести, вы внесете эту пряжу, но тогда вам хорошо бы нажать All Used Up, то есть вы будете знать, что вы ее только что внесли, но тем не менее у вас ни одного клубка в наличии нет, они все уже в вещах. Данная кнопочка будет говорить Will Trade or Sell, что вы готовы обменять или продать. И следующая, четвертая кнопочка, это то, что вы либо уже подарили, либо вы уже обменяли. То есть если у вас была пряжа, к вам кто-то обратился, на Ravelry такие вопросы нередки. Вам пишет человек и говорит, продайте пряжу. Вы ее продаете и идете, не удаляете полностью страничку пряжи, а вы просто меняете статус. Вместо In Stash вы меняете на Gifted. В данном случае у нас остается In Stash. И мы можем также добавить, пойти в фотографии, добавить другой цвет в этой же самой пряже, добавить новую пряжу. Я всегда нажимаю кнопочку Save, чтобы быть уверенной, что вся работа, которую я только что сделала, была сохранена и не утеряна. После того, когда мы сделали основную страницу, мы переходим к добавлению фотографий. Фотографии, если вы работаете на Ravelry, вы добавлять умеете, вы знаете, как это делать. Я просто покажу небольшие нюансы. Возможно, вы знаете это, возможно, нет. Что можно делать с этими фотографиями? Нижний квадратик с зелеными стрелками внутри является активным. Если вы подведете на него курсор, нажмете курсор и не отпуская будете тянуть, вы сможете поменять расположение фотографии в иконке. Фотография будет открываться в полном размере в нормальном окошке, и ее будет видно полностью. Но в данном случае вы ее можете разместить как угодно, как вам нравится, в маленькой иконке. То же самое можно сделать и с другой фотографией. Ее можно поменять как угодно. Также можно поменять порядок фотографий. Когда у вас больше двух фотографий, их можно менять между второй, третьей, пятой, как угодно. Когда фотографий только две, я обнаружила, что они слева направо, сейчас я ее захвачу, слева направо они меняются, не меняются, а вот справа налево, сейчас я ее опять подхвачу, улетела, а вот справа налево они меняются легко. То есть обратите внимание, сейчас у меня моя розовая картинка на второй странице. Все, мы закончили добавление нашей пряжи в виртуальную кладовочку. Если вы открыли страницу details, детали, и у вас пока еще фотографий нет, а вы уверены, что вы добавили что-то и даже поменяли расположение, освежите, рефреш, свою страничку на веб-сайте или вернитесь в фотографии и обратно в детали. Теперь в самом начале видео я вам обещала рассказать, как можно соединить проект с ниточкой. Когда у вас ниточка уже есть в стэш и вы создаете новый проект, вы можете выбрать пряжу, из которой вы будете вязать данный проект, пока создаете проект. Но если у вас пряжа уже есть и уже внесена в вашу виртуальную копилочку, и вы сейчас решили вязать из нее, вы можете воспользоваться одной из вот этих вот иконок. Я сейчас быстренько пробегусь по ним по всем. Это, как вы знаете, это редактировать, стэш, это стэш more, добавить больше, add to favorites, все знаем, сердечко добавляем и делаем это любимым, покажу share this, покажу вот эту кнопочку вам. Интересная кнопочка и очень хорошая. Если на нее нажать, выпадает окошко с желтым замочком. И сообщение в верхней строке говорит о том, что данная страница с пряжей, с фотографиями, с постами в блогах и с комментариями доступна только для членов Ravelry. Вы можете внутри Ravelry послать информацию об этой пряже своим друзьям. Но также вы можете сделать эту страничку публичной. Я только что нажала на кнопочку share with others и выпала строка, в которой первая опция, первый вариант, извините, по умолчанию, дефолт это означает по умолчанию, члены Ravelry только. Если вы нажмете на стрелочку справа в этой строке, вы увидите два других варианта. Invite, access with link, это означает, что если вы возьмете и скопируете вот этот вот линк, отправите его в сообщении, на фейсбуке, в твиттере, или вы сделаете пин в пинтерест, ваши друзья узнают об этом. Но также вы можете скопировать данную строчку и отправить это любому своему другу, у которого нет Ravelry. И он сможет зайти и посмотреть на вашу пряжу. Чем такая ссылка отличается от публичной? Тем, что эту ссылку невозможно найти через поисковик. То есть ссылка есть, если вы ее дадите кому-то, кто-то ее даст кому-то, и она по тряпочному телефону разойдется по всему миру, и ее весь мир будет знать. Но если вы ее дадите, эту ссылку одному человеку, и скажете, чтобы он не отдавал ее никому, то эта ссылка будет только у него, и только он сможет ее посмотреть. Дальше внизу есть кнопочка, называется Change Sharing, изменить возможности публичности. Мы возвращаемся на предыдущую страничку. Сейчас я выбирала Invite Access with Link, доступ по ссылке. Я нажимаю снова сюда. И тут есть кнопочка Public, Visible to all. Это публичная страничка, и она будет видна всем, даже тем, кто специально в сообщении не просил вас прислать ссылку. Он сможет ее найти, вашу пряжу, вашу страничку, и сможет на нее посмотреть. Дальше этой странички он ничего не узнает и ничего не увидит. Тут также дается возможность скопировать ссылку и отправить ее по имейлу, по тексту, на форум, на веб-сайт, куда угодно, отправить сообщением на Ravelry другу, на Facebook, на Twitter и на Pinterest. То есть, вот так вот, если я кликну снаружи вот этого вот окошка, у меня останется эта пряжа публичной. Если я хочу изменить снова настройки, я передумала и я решила ее сделать снова только для членов Ravelry, я могу вернуть ее на дефолт. И вот таким вот образом я меняю публичность своей странички с пряжей. Возвращаюсь к созданию проекта. Крючок и спицы нарисованы очень схематично и написано слово BEGIN. Мы сейчас с вами начнем проект. В чем отличие создания проекта через кнопочку BEGIN от создания проекта через мою записную книжку в разделе проекты? В данном случае, если вы нажмете кнопочку BEGIN, проект, который будет создан, он будет автоматически привязан к данной пряже. Допустим, я решила связать носочки для дочки. Я не знаю, получится ли у меня смайлик. Да, смайлик в имени получился. И я создала проект. Обратите внимание. В данном проекте я могу его редактировать, изменять вид творчества. Это может быть вязание, нитень, или это может быть крошейн, если это вязание крючком. Это может быть выявин, если это ткачество и так далее. Мы можем добавлять теги, но это вы все знаете о создании проектов. Я предполагаю, правильно? Чем отличается этот проект от созданного обычным образом? Как я уже говорила, данный проект уже связан с пряжей, которая... Давайте я, наверное, может быть, вам покажу, открою. Вот, пожалуйста, Sweet Georgia и вот все варианты пряжи, которые есть тут. Я закрываю ее, это я вам просто показала. Также тут есть ссылка на количество ярдов в стэш. Это будет уже ссылка на ваш персональный сундучок с пряжей, виртуальный, в котором вы только что создали пряжу, создали страничку для пряжи. Название пряжи Rusted и тут даже есть небольшая фотография. Что мне нравится в данном случае? Как я говорила, если делать редактирование проектов, то проект будет иметь все необходимые графы для заполнения, и если вы напишите, сколько вы использовали пряжи, то это отразится на странице пряжи в вашем сундучке. Например, я для того, чтобы я изменила число конкретно в данном случае, я должна нажать на кнопочку Enter Total Instead, чтобы вместо конкретного числа, то есть когда я не нажимаю на эту кнопочку, я могу сказать, что я использовала только один клубок. Но это неправда. Вдруг я использовала для своей дочки на носки допустим не 115 грамм, а допустим 87. И сейчас мы посмотрим, как это... Да, 87 неудобно, все-таки нам придется высчитывать, сколько в ярдах. Значит нам надо будет взвесить носочки, и значит нам надо будет сказать, что допустим у нас ушло 280 ярдов пряжи. Мы делаем, сохраняем изменения, и у нас написано, что how much, вопрос, на носочки для дочки у меня ушло 256 метров, 280 ярдов. И сразу же в этой графе у нас написано, у нас 145 ярдов в стэш осталось, в нашей кладовочке. Видите, как замечательно. Если мы возьмем и добавим фотографию сюда, я возьму ту же самую пряжу, например, вот эту, просто для примера, я хочу вам показать, что когда вы создаете проект «Носочки для дочки», помните, я говорила, что иногда надо обновлять страницу? Вот, я обновила только что страницу курсором, и у меня появилась фотография пряжи. То есть это занимает на Равлере какое-то время иногда. Я хочу вам показать, что сейчас данная фотография будет на страничке вашей пряжи, также отображаться. Обратите внимание, я создала один проект «Носочки для дочки», и вот фотография этого проекта. Вот он. Видите, как это удобно? В данном случае мы вернулись на страничку стэш. Это наша пряжа. И появляется слово, помимо стэш, слово remaining, оно означает оставшееся. Мы стэш, мы захомячили 389 метров. Остается у нас 130 метров. И веб-сайт нам эту цифру высчитывает, потому что наши проекты связаны между собой. «Носочки для дочки» мы можем его открыть еще раз. Он у нас открыт. Я его создавала, я его не закрывала, и вот я его открыла еще раз в новом окошке. И также отсюда я могу перейти из этого проекта. Видите, это уже «Projects». Я могу перейти в пряжу. Я возвращаюсь к своей пряже. И в данном случае тут все варианты «Rusted». Вот это вот мои. И остальные другие люди, которые тоже они что-то вязали, что-то делали, и на две страницы информации. Это очень хороший механизм подсчета пряжи. Очень удобно, если вы занимаетесь ведением такой небольшой как бы картотеки для того, чтобы знать, сколько у вас пряжи. Это будет очень удобно, потому что веб-сайт за вас считает, сколько пряжи у вас есть, сколько осталось, сколько было использовано. Также удобно, вы помните, что вы вязали что-то из этой пряжи, вы не помните, какой проект, вы приходите на пряжу на свою, и вам пряжа сама показывает список проектов, которые были созданы. Также удобно создавать подобные странички для того, чтобы показывать друзьям, что есть. И также вы можете осуществлять поиск пряжи, находящиеся в кладовочках, в виртуальных кладовочках у других людей, и этим часто люди пользуются для поиска пряжи, которая была в ограниченном выпуске, или было прекращено производство пряжи, но люди захомячили в свое время. Мне Равлри и одна замечательная девушка помогли закончить проект, пряжу для которого, для завершения которого, я не могла нигде найти. Я через Равлри Стэш, через общую базу данных, и через личные сундучки нашла пряжу у девушки, написала ей письмо, и я купила у нее пряжу, благодаря чему я была в состоянии закончить проект, несмотря на то, что пряжа была уже прекращена производство около 2-5 лет назад. Давно! Спасибо вам большое за внимание, я надеюсь, что вы будете пользоваться этими всеми возможностями, потому что бесплатная картотека, это в общем-то, очень-очень хорошо, фактически, это бесплатная ваша личная база данных. Как правило, программы с базами данных, спросите, у любого программиста стоят денег, и они не дешевые. То есть, веб-сайт Равлри дает замечательную возможность. Я не рекламирую веб-сайт, я рассказываю, почему мне это нравится, и как я это использую. Я надеюсь, информация вам поможет. Всего вам доброго, спасибо огромное за ваше внимание, приятного вязания, ровных петелек и хорошего настроения. Спасибо!